МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В госкадастры недвижимости незаконно меняли данные. В КНБ завели уголовное дело. В Комитете по области ЖТСУ сообщили, что провели следственно-оперативные мероприятия. По их информации, злоумышленники изменяли историю владения в информсистеме Единый государственный кадастр недвижимости. Сейчас в ЖТСУ начали досудебное расследование по 206-й статье Уголовного кодекса. Для модернизации Арселур Миттл Тимиртау нужно вложить 3 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смейлов. По его словам, сумму необходимо выделить в течение трех лет. На начальном этапе потребуется как минимум 1 миллиард 300 миллионов. Глава Кабмина заверил, что инвестор будет отечественным. Обязательства перед работниками предприятие будет нести за свой счет. По словам премьера, все остальные подробности разгласят по окончании сделки. Предварительно все юридические процедуры должны завершить до конца этого месяца. Опубликованы имена всех погибших горняков на шахте Костенко в Карагандинской области. В списке 46 фамилий. По данным МЧС, 31 октября извлекли останки последнего шахтера. Сейчас идет процесс опознания дел. В свою очередь в Арселор Миттл Тимиртау сообщили, что семьями близким жертв трагедии будет оказана полная финансовая и психологическая поддержка. На фоне страшной трагедии депутаты Мажелеса предлагают снять мораторий на проверке крупных промышленных предприятий. Горняки и их семьи должны быть уверены в завтрашнем дне. Для этого мы, депутаты, разработали важные поправки в закон по защите охраны труда каждого рабочего, которые направлены в правительство. Законопроектом предлагается усиление государственного контроля в лице инспекции по промышленной безопасности и инспекции по труду. Пришло время снять мораторий на проверке крупных промышленных предприятий по всей стране. Сенат рассмотрит поправки о добровольном отказе от кредитов. Это нововведение коснется как банковских займов, так и микрокредитов. По словам депутата Екатерины Смышляевой, запрет можно добровольно установить в личном кабинете электронного правительства. В дальнейшем при одобрении займов эту информацию будут учитывать. Как ожидается, это позволит избежать мошенничества, связанного с получением кредитов третьими лицами. Помимо этого, депутаты ввели порядок, по которому будут осуществлять госконтроль над соблюдением закона о персональных данных и их защите. Контролирующим органам определен Комитет информбезопасности Министерства цифрового развития. Доходы госбюджета намерены повысить в том числе за счет увеличения налогов. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смейлов. По его словам, повышение коснется индивидуального подоходного налога и НДС. Насчет последнего, премьер прокомментировал, что этот вид налога снижает конкурентноспособность импортных товаров. А отечественные аграрии, например, не платят налог на добавленную стоимость. При этом компании, перерабатывающие сельхозпродукцию, получат скидку в размере 70%. Таким образом, по мнению главы Кабмина, повышение ставок не отразится на казахстанских производителях продовольствия. Зато позволят увеличить доход республиканского бюджета почти на 2 триллиона тенге. Можилиц одобрил размеры трансферта из Нацфонда. Депутаты приняли проект закона на ближайшие три года. По словам министра нацэкономики Алибека Куантырова, размер гарантированного трансферта определили со снижением с 2 триллионов в 200 миллиардов тенге в этом году до 2 триллионов последующих. При этом ведомство планирует восстановить валютные активы Нацфонда в следующем году до 68 миллиардов долларов с дальнейшим ростом до порядка 93 миллиардов. В целом, по прогнозу министерства в Нацфонд от нефтяного сектора в следующем году должны поступить больше 2 триллионов 200 миллиардов тенге. Теперь документы рассмотрят сенаторы. Больше полутора миллиарда долларов продали в октябре из Нацфонда для того, чтобы направить их в госбюджет и приобрести акции «Казмной газа». По данным Нацбанка, доля продаж из главной копилки составила 47% от общего объема торгов и не более 72 миллионов долларов в день. В регуляторе сообщили, что в ноябре планируют продать валюты из Нацфонда в размере от 1 миллиарда 300 миллионов долларов до полутора миллиарда. Кроме этого, для того, чтобы поддержать валютную долю пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%, Нацбанк продолжил покупать иностранную валюту на биржевых торгах. Общая сумма – 132 миллиона долларов или порядка 4% от общего объема рынка. Отмечается, что валютных интервенций в октябре регулятор не проводил. Сейчас официальный курс доллара – 469 тенге, 67 тен. Цены на каменный уголь только за месяц выросли на 3%. По аналитике energyprom.kz годовое удорожание топлива составило почти на 12,5%. В разрезе регионов больше всего топливо подорожало в Октябрьской области. Рост составил более 39%. Следом идут Туркестанская область и Алматы. Меньше всего цены на уголь выросли в Карагандинской и Алматинской областях. В целом за 9 месяцев этого года объем добычи угля составил почти 85 миллионов тонн. Казахстанские шахтеры обеспечивают страну твердым топливом практически на 100%. Его экспорт за год сократился сразу на 18%, тогда как импорт вырос более чем в полтора раза. В Казахстан прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вчера в аэропорту Астаны главу венгерского правительства встретил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. А сегодня в Аккорде начался официальный прием. Сообщается, что стороны обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахстанско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров Касымжо Марта Токаева и Эммануэля Макрона член официальных делегаций подписали шесть соглашений. Касаются они энергетического, образовательного и инвестиционного сотрудничества. Согласно одному из документов, в Казахстане начнет функционировать французское агентство развития. Также стороны подписали соглашение о совместной работе по стратегическим минералам. Еще один документ о лицензии и поставках по производству вакцин от ящера у нас в стране. Кроме того, Франция и Казахстан вместе спроектируют строительство ветроэлектростанции мощностью 1 гигаватт. Также стороны подписали документ об инвестициях. Речь идет о проекте по производству и обслуживанию ЖД локомотивов. Что касается образования, правительства двух стран договорились о создании международных французских школ и уроках французского в учебных заведениях Казахстана. Российский «Газпром» не исключает строительство новых газопроводов в направлении стран Центральной Азии. Глава компании Алексей Миллер накануне заявил, что его компания готова увеличить поставки в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, рассчитывая на 15-летний период сотрудничества с ними. Миллер четко заявил, что «Газпром» расширит газотранспортные мощности на территории нашей страны. В октябре российская компания уже начала поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан, договорившись об экспорте почти 3 миллиардов кубометров газа в год сроком на два года. Как отмечает агентство «Рейтер», «Газпром» пытается переориентировать экспорт газа в страны Центральной Азии, поскольку поставки сырья в дальние зарубежья в прошлом году упали почти наполовину. Иран предупредил о суровых последствиях, если нападение на сектор газа продолжится. Позицию Тегерана озвучил министр иностранных дел Хосейн Амир Абдуллахьян. Выступая во время пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, министр заявил, что в противном случае на Ближнем Востоке будет принято значимое решение. Иран заявляет, что поддерживает Хамас, но отрицает свою роль в нападении боевиков на Израиль в прошлом месяце. «Если эта война не будет немедленно прекращена и совместные нападения Америки и Израиля на гражданское население, женщин и детей газы не будут остановлены, то последствия для тех, кто ведёт эту войну, будут серьёзными». В Белом доме предсказывают относительно скорую отставку Бениамина Нитанеху с поста премьер-министра Израиля. Об этом пишет американское издание «Политико» со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников администрации президента США. По данным издания, Байден обсуждал возможность ухода Нитанеху во время недавней встречи с ним в Израиле. Как утверждают собеседники издания, в Белом доме считают, что Нитанеху будет оставаться на посту премьера ещё несколько месяцев, или, по крайней мере, до окончания первой фазы израильской военной операции в секторе Газа, которая началась после нападения Хамас. При этом все четыре источника «Политико» напоминают о полной непредсказуемости израильской политики. В эту пятницу очередной визит в Тель-Авив планирует нанести и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.